Ежегодный военно-патриотический слёт Отечества, организованный Смоленской атомной электростанцией и администрацией города при поддержке концерна «Росэнергоатом» собрал ребят из разных уголков России и Беларуси. Сюда приехали юноши и девушки, чтобы получить незабываемые впечатления от участия в военно-патриотическом слёте и приобрести много новых друзей, общение с которыми обязательно продолжится и за пределами палаточного лагеря. В нашем слёте принимают юноши и девушки из Десногорска, Смоленска, городов-спутников Калининской атомной станции Удомли, Курской атомной станции Курчатова, ну и, конечно же, представители Братской республики Беларусь. После торжественного построения колонны и поднятия флага России к участникам слёта с приветственным словом обратились почётные гости. Ребята, на протяжении предстоящих 10 дней, которые вы проведёте в полевых условиях, вас ждут сложные, но увлекательные испытания. Я уверен, что вы с честью их выдержите и, подводя итоги нашего слёта, мы вместе будем честовать тех из вас, кто добьётся наиболее лучших, выдающихся результатов. Слёт Отечества давно стал визитной карточкой нашего города среди перечня военно-патриотических мероприятий. Мы также этим очень гордимся. Пожелаю каждому из вас побед, мужества. Патриотизм начинается с каждого. После торжественного открытия слёта ребята поспешили на второй завтрак. Пряники и компот. Ведь впереди у них сложные эстафеты, сборка и разбор оружия, поиск предметов с металлоискателем, метание ножей, стрельба из пневматического оружия, спортивные состязания, а вечером задушевные разговоры и песни у костра. Мне в этом лагере очень нравится. Я первый раз приехал. Я хочу ещё сюда много раз приехать. Кормить тут вкусно. Поиграть можно в мячик. У костра посидеть. Ну и всякие там препятствия. За время, проведённое в полевом лагере, ребята многому научатся и добьются прекрасных спортивных результатов в различных состязаниях. Виолита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.